Оливер, слышишь ли ты нас? Да, слышу вас, хорошо. Добрый вечер, добрый день даже. Добрый вечер, добрый день. Скажи, пожалуйста, ты слышала, о чем мы говорили с Настей? Нет, только что сейчас подключился. А, понятно. Ну смотри, она говорит, ситуация очень сложная, идут очень серьезные бои сразу на нескольких направлениях, в основном к северу и северо-востоку от Донецка. Тебе что-то известно об этом? Ну, я думаю, что Настя скорее всего виднее по поводу Дебанцева, потому что она только что там была. Но я был вчера в Горловке, и если вот ситуация в Донецке, конечно, остается тревожным. Ну, Горловка, я просто скажу, что Горловка это буквально там 10 километров от Дебанцева, и между Горловкой и Дебанцева, соответственно, линия фронта. Горловка находится под контролем сепаратистов, Дебанцева под контролем украинской армии. Ну, продолжай, пожалуйста, извини, что перебил. Да, да, все правильно. Если в Донецке более-менее относительно, ну, затихло немного, особо на присоединение с боями вот прошлых выходных, когда вот серьезно прошли бои из аэропорта, в Горловке, конечно, было очень слышно. А то, что в Горловке тоже мне поразило, это вот вообще отсутствие людей на улице, очень мало мест, где можно было прятаться, там такие огромные широкие дороги, там, где есть дороги, и очень много повреждений. И я побывал в больнице, поговорил с пациентами, и там, естественно, просто ужасающие ранения, очень, конечно, бонно с ними говорить даже. И надо сказать, что вот они вот видят вину здесь, в Украине, в Киеве. Ну, я думаю, что вы уже об этом говорили. Насчет Донецка, как я говорю, там более-менее относительно тихо, конечно, все ударение на слово относительно, потому что ночью достаточно слышно, когда стреляют, видно, что еще бои идут к северу, в песках и так далее. И тоже до сих пор живут прямо на фронте, в последних домах перед фронтом, там живут бабушки. И, ну, по сторонному виду это кажется странным, но уже люди привыкли. Такие дела странные. Слушай, Ольвер, скажи, пожалуйста, вот чувствуется, что боевики идут вперед? Или все-таки это позиционная война? Как события развиваются? То есть многие здесь боятся, что будет серьезное наступление продолжаться по всем фронтам. Ну, почему была важна битва за аэропорт? Ну, а, из-за того, что там с точки зрения Украины, это очень символический и стратегический век, с точки зрения Донецка очень близко, недалеко от центра, там всего лишь 8-9 километров, если там как птица летит. Но для боевиков, то есть, скажем, ДНР, так себя называют, для них тоже вот момент, когда вот границы колебаются, это для них вот огромный, ну, то есть это часть информационной моральной войны. И в Украине, конечно, вот, когда отступает, есть такая вероятность, что вот там, когда морально тяжело, естественно, вот, воюется как-то, как-то хуже. Насколько мне известно, что я могу сказать? Я вчера говорил с человеком из казачьей, в Стаханове, и он мне сказал, что вот казачьи, там, ЛНР, то есть пророссийские, там, боевики, которые воюют рядом с Дебаас, если говорить с Востока, что они застрялись Попасными и не успели взять Попасными. И чтобы сделать вот это известное окружение, бывало все надо, чтобы где-то из Попасными, вот, пойти на Запад. Это не получается. И, ну, опять же, вот... Окружения Дебальцева нет, в общем? Ну, пока что нет. И я думаю, что вот, хотя вот очень многие переживают насчет второго Лавайска, есть какие-то факты, которые здесь отличаются. Во-первых, самое главное, это отсутствие фактора сюрпризов, да? Они очень долго, я думаю, уверен, надеюсь, что военные украинские подумали хотя бы про это в вашей реальности. То есть они готовы уже, да? Ну, я не могу сказать готовы. Мы уже знаем, что вот от генерала в украинскую армию вот ожидать можно все угодно. Но я думаю, что должны быть какие-то планы. Это, во-первых, я уже видел с вами глазами огромное количество техники. Мне сказали как раз журналисты, которые там были, что вот идут с подкреплением. Что еще? Я думаю, что половики и самые знают, что будет очень много крови пролиться. Им это не надо. Они тоже люди, тоже переживают и тоже не хотят умыреть. То есть, естественно, в Твиттере, на блогах, везде еще говорят об этом уже не первый день. Насколько это реально, я думаю, что все-таки сейчас нет. Рано говорить об этом. Слушай, Оливер, спасибо тебе большое. Твиттере мероприятия, кто? Субтитры создавал DimaTorzok